Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и мы начинаем прохождение легендарной игры, вышедшей еще в далеком 1999 году, называемой Герои 3. Ну что можно сказать, Герои 3 это одна из классических игр всего игровой индустрии всех времен и народов. Почему я так говорю? Потому что Герои наравне с такими играми как Doom, Warcraft, Цивилизация, ну собственно и серия Total War, навсегда запечатлелись в сердцах миллионов, а может быть и миллиардов геймеров по всему миру. Ну что ж, я играю в ту версию игры, в которой уже находятся все необходимые кампании. Насколько я помню, первая кампания была в возрождении Эрафи, вышедшей в базовой версии игры. Далее уже появились и клинок Армагеддона, и Дыхание Смерти. Но я думаю, наше прохождение начнется именно с возрождения Эрафи. Так, вот первая у нас миссия, да здравствует королева. Так, чтобы выбрать, давайте-ка ресурсов. И сложность у нас будет... А, здесь сложность не убирается. Выседевшись на берег, мы захватили разоренную сторожевую заставу. Сведения ненадежны. Деревни покинуты жителями. Рассказы вышивших противоречат друг другу. Все указывает на вторжение негонца. Набери ополчение и обучи его в кратчайшие сроки, ломая любое сопротивление. Действуй, исходя из худших предположений. Действуй так, будто идет война. Ну что ж, я так понимаю, мы возвратились на свои территории, обнаружили их разбитыми. Так, я в окружении. Так, ребятишки, с удовольствием присоединяйтесь ко мне, я буду очень даже рад. У нас здесь есть 100% какой-то. Да, давно я в эту игру уже не играл. Уже даже не представляю, сколько времени прошло с этого момента, когда в последний раз касался героев, наверное, лет 10. Ладно, ладно. Все, что мне нужно от этого замка, это максимальное время развития. Я думаю, он быстро будет пробран. Класс! А вторым тысячам. Ну что нам надо? Сразу все дары моря в наших руках. Лучники. Лучники, мои дорогие. Есть. Помимо арбалетчиков, я думаю, тут не особо что-то нужно. В начале игры нужно и так прокачать свою персонажу. Так, а что у персонажей? Собственно, есть артиллерия и пидерс. Прекрасно. Ну, с деньгами, конечно, проблем нет. Здесь я... Позаботился. Однозначно могу сказать, что не стоит пропускать ни одного боя. Желательно как-то прокачать своего персонажа, сделать его наиболее... Сильным, пригодным к войне. А на войне, как на войне. Первоначально, конечно, можно было построить боевое ска, но я предпочитаю развивать... Экономическую часть. Может, после переходить к боевым вещам. Золото, мы просто заварились. Спокойно. Что-то на пользу не дает. Какие-то артиллерийские машины должны были расставить. Как вас зовут, ребята? Адские троглодиты. Они по-адски бессильны против нас. Муниципалитет плюс две тысячи ежегодно у нас есть. И что-то куда еще можно появиться. Со стреляющими унитами особо-то не повоевать. Так, чего нам тут цитадель не хватает? Для полного счастья. Да все просто разбегаются от нашего персонажа, как от прокаженного. И дают нам возможность спокойно собирать необходимые ресурсы и навыки. На поле боя. Дерево уже с золотом просто завались. Вот он, долгожданный Капитолий. Четыре тысячи золотых в день и более нам даже не может. С шикарным. Держитесь, вражеские наши персонажи. Видите вы у нас послушными? Плюс одна единица руки и дерево нам приносит хранилища. Ё-моё, что это такое? Вообще наглость. Наглость нереальная. Как можно было собрать войско и у меня перед носом кататься? Ай-яй-яй, негодяи. Пробую собрать максимальное количество войск. Так, есть. У нас персонаж уже такой неплохой. Шесть атаки. Четыре защиты. Думаю, скоро будет тот час, когда мы уже сможем диктовать много чего диктовать. Без того, что позволит нам наш персонаж. Так, будем диктовать противнику все условия игры. Газовая мудрость, конечно, кстати. Да, ну, собственно, это и все, что можно было в этом уголке карты прокачать. Теперь уж пора прокачивать всех оставшихся едиников и идти на ближайших противниках. Нужно древом воспользоваться. Герой Кристиан достиг предельного количества опыта в данном сценарии, однако он может перейти в дальнейший сценарий компании. Они обрадовали меня. Так, славно. У нас ипподром появился еще. Теперь наши герои будут достаточно быстро передвигаться до седьмого дня после выхода из замка. И, к сожалению, мы не можем здесь построить портал славы, дающих нам ангелов, впоследствии архангелов. Главное, будем базовыми юнитами воевать. В следующей неделе я предполагаю, что можно уже смело идти в нападение. Захватывать необходимые нам участки карты. Тем более, что все ресурсы позволяют нам максимально прокачать замок и его обитателей. Вырастить наиболее сильную армию для следующих наших сражений. Да, эти, конечно, ландшафты для нас, для многих, наверное, людей во всем мире являются чем-то таким близким, знакомым. Услышав эту музыку, где бы мы ее ни слышали, в каком фильме или передаче, всегда понимаю, что это из героев. Не знаю, честно говоря, как для кого, но по моему мнению, ну и по мнению, в принципе, многих людей, герои 3 остались лучшими из серии героев. Несмотря на то, что вышла неплохая 4-я версия, 5-я, 6-я, вот даже 7-я недавно вышла, все равно 3-я остается чем-то особенным. Чем-то таким, во что хочется играть, возвращаться периодически. И наслаждаюсь этим великолепным геймплеем. Хотя он прост по текущим меркам, но, тем не менее, он очень многим людям является чем-то родным, чем-то особенным, чего хочется рано или поздно вернуть. И рано или поздно вспомнить те самые моменты, когда мы побеждали противников непросто, словом, мы побеждали на деле. Второй мой персонаж обязательно прокачает все свои навыки. Вот он уже близко здесь находится. Второй замок. Замок, который обязан просто перейти под наш контроль. Наш персонаж потихоньку стал лучше, смелее, наглее, возможно. Главное, удачи. Поскольку деньги мне уже ни к чему. Просто собирать необходимые бренды. Но персонажа, поскольку персонаж будет переходить к следующей миссии, исходя из того, что здесь было написано. Так, только мне нужно будет собрать еще небольшое войско. Теперь я могу смело говорить, что наш герой защищен. У него есть неплохой потенциал, и он будет готов выступить на наших противников в ближайший ход. Так, возможно, стоит поменять какие-то ресурсы на драгоценные камни, и все-таки завершить развитие гильдии. Что у нас тут в четвертом уровне? О, цепная молния. Мощное заклинание. Я знаю, есть один персонаж, если я не ошибаюсь, в той фракции, в которой находятся еще титаны. В той самой фракции, где у нас есть герой-эксперт по этому заклинанию. Имея его изначально, неплохо так можно сразу же продвинуться в военном порядке, не имея особенно сильных армий. Так, вот он, момент истины, и мы будем покупать оставшиеся войска. для наградения на противника. Так, супер. Поиска у нас для нашего текущего уровня развития даже более чем нам необходимо. противник с дрейдом решит его оборудовать. Ладно, ладно. Ничего, войско у него не такое слабое. Замок уже прокачал. Ладно, я покажу им свое лучшее заглянное. Вот так, 85 угов она. А, я не могу цепную молнию еще изучать. Фиг с ней. Ну да, складывается впечатление, что врагу просто нечем нам ответить. Потенциал у нашей армии колоссален. Потенциал у нашей армии колоссален. Сейчас мы будем пылить. Да, войско противники нам не такие уж и слабые. Они способны нас ввести какое-то количество наших юнитов. Ну, ничего, не пожалеешь для победы. Так, что это у нас? Так, это мы на верхнем. Удача. В общем, незаконная армия. Неплохо так. Можно прокачать здесь армию. Плюс 9 арбалентчиков. По-моему, очень даже хорошо. Есть контакт. Даже так. Три замка у меня будет, мои родные. По сути, отвоевываем мы. Эти земли у тех, кто их захватил, а также тех предателей будем наказывать, которые связались с противником. Так, навсегда открылись преворота. Так, навсегда открылись преворота. Какой-то жалкий остался. Много не вышло атаковать противника. Ай-яй-яй-яй-яй. Редеют ряды наших грифонов, доблестных защитников наших. Ну, ничего. Тем не менее, замок наш. И для нас он сделает все необходимое. Будем прокачивать сразу эти замки. Мало ли, может еще придется обороняться от противников. Он однозначно противника войска изначально слабее. Ему не потянуть эту миссию. Нićи. Скорее. З光 с вами. Ни-яй-яй. Мало ли. Конец. Эти. 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 Хе-хе-хе Ну да, я просто не считаю это победе Мобеда будет за нами По-видимому, этот замок Который со мной сейчас воюет Является основой для противников Так что у меня тут еще три У меня четыре У меня тут повышают Так что еще за артефактов Но больше ничего толкового у них нет Не думаю, что нам уже имеет смысл Как-то пополнять войско, менять его Можно разве что прикупать героев Для обороны Молодец Не сдался Несмотря на то Что вроде как это уже Мои территории Но он продолжает береть Что очень характерно для героев Беру-ка я, наверное, замок у противника Ну да Ну да Живо Ну да 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 Хотя явно проигрывает Остается залезть И все будет в порядке Да и здесь тоже появляется гарнизон Достаточный Достаточный для обороны этого города От войск противника Так Слава Эх гад Атакует меня И может быть я даже Держу этой атаке Линья Если противник еще будет и магию применять, то явно я проиграю в этой битве. Все-таки я положил это с изданием. Так, ну у меня и сохраняются шансы на победу. Я в это верю. Стрелка на залп по противнику. Ну, интрига еще сохраняется. В принципе, непонятно, кто победит. Стрелка на залп. Ребята, победите меня. Мне стены уже почти рухнули. Боевой духом наших солдат силен. Победить ему не так и просто. Хотя близится тот момент, когда могут рухнуть стены нашего города, но храбрость наших солдат ни капли от этого не пошагнется. Да, мы все-таки побеждаем. Силен наш противник. Но ему, по сути, уже нечего нас бить. Класс. Победа есть победа, и она за нами. Эх, надеюсь, это нейтральное оселение. Оно тоже перейдет под мой контроль сейчас же. Первый юмин пошел. Оно тоже перейдет под мой контроль. Все. Еще один замок переходит под наш контроль. О, это славно, славно. Так, что у нас тут в замке? Опять-таки не хватает арбалетчиков. Что я вам скажу? Герой у нас хорошо здесь подкачался. Даже более чем хорошо. Остается совсем немного разбить противника на его территории. Надеюсь, где-то там и его территория находится. Сейчас зайдем к нему. Когова и победим его нужно, значит. Как бы ни были у него армии, какие бы силы бы он там не собрал. Победа обязана быть нашей. Только нашей. Там и здесь, и везде наши войска набирают необходимую мощь. Я думаю, что вам противник, даже если будет пытаться, вряд ли возьмет уже селение наше. А вот его города или город я обязательно разыщу. Запутанная селение, даже дороги не проложили. Хорошо, тут у меня логистика какая-то есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опять этот умный противник пытается на нас нападать своими жалкими армиями. Будем содействовать. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь большая часть гарпий ляжет перед тем, как мы расквитаемся с этим отрядом. Да, это у нас уносит одни из лучших наших бутов. Ну и противник, честно говоря, не без потерь проходит эту миссию. Потери, потери, еще раз потери. Для наших противников это просто жизненная креда. На текущий момент мы уничтожаем большую часть войск противника. Может быть, враг попытается убежать. Прекрасно, еще один мой юнит получает нужный апгрейд. Замок-то наш. Единственный неповторимый замок наших противников будет сейчас взят. Да, но враг не так просто решил спрятаться в своей крепости. Будем выбивать. Прекрасно. 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 Двесть. Прекрасно. Главное, выше мирового уровня, получается, что он может пытаться землю. Но все равно, исходя из общего баланса сил, победа должна за мной быть. Как ни крути, а противник... Ну, в противопоставить, в принципе, нечего. Есть какие-то стреляющие юниты, но я раньше грифонам смогу прилететь через препятствия, чем они тут пытаются что-то сделать. Вот, все мои юниты уже ускорят. Остается какой-то там шаг. О, тотальная победа. Ах, стена, стена. Жертвы, грешка, номер, для победы. Неизбежная жертва, она будет победить. Ну, я надеюсь, это уже победа. Поздравляем, вы захватили Тираниус и победили. Хорошо, друзья, это была первая миссия в прохождении нашей кампании. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До скорого.